Приветствую вас. Я хочу, чтобы вы сами себе задали следующий вопрос. Можно ли объяснить что-то вашим близким людям? Вот просто сами себе постарайтесь ответить на этот вопрос. Можно ли объяснить что-то? Почему вы считаете, что мы сможем объяснить что, например, чего не можете объяснить вы? Откуда у вас такая в этом уверенность? Почему эта уверенность у вас возникает? Дальше. Следующий важный момент заключается в том, что даже если вы и сможете что-то объяснить делать, не изменит того, что вы достаточно неуверенны в себе и у вас есть определенные сложности, как, например, обиды, какие-то страхи, возможно, даже. И, соответственно, это никуда не денется от того, что вы что-либо объясните своим близким людям. Также никуда не денется то, что вы не можете ничего сказать против своему дедушке. Вот. То есть у вас как будто бы отказывать речь в этот момент. Подступать может быть комок в горло. Вот. Вот. Это... Престрах. То, что вы описываете это. Больше престрах. Вот. Престрах. Прекопрово-контрол. Вот. То есть вот... Ну, пытаются вас контролировать ваши близкие. Вот. В какой-то степени ситуацию осложняет еще тот факт, что по сути вы живете со старшим поколением. Ну, вот. То есть... Бабушка и дедушка, я так понял. Вот. Вот вы говорите в роду, что родители, да? Да. Ну, то есть мама это мама, но в основном дедушка и бабушка. Вот. И естественно, что вы находитесь под очень большим давлением, я бы сказал, императивом. Вот. Вот. Довольно серьезное давление. Ага. У вас не имеет место быть. И... Нужно находить... Ааа... Себе силы, что поэтому говорить нет. Вот. Вот. Вот вы пишите. Все жизни говорят, что делать, где учиться. И где работают. Думаю, что здесь, ааа... В той или иной степени вы, ааа... Можете... Подавлять свою злость. Что-то вы можете подавлять свою непринятие того, что вам говорят. Вот. Ожидая, надеюсь, что вас услышат. Например. Вот. Ожидая, надеюсь, что вас... Ну, поймут. Вот. А этого все... Ааа... Я думаю, что не про... Не про... Не про... Ну, не происходит. Вот. Поэтому... Поэтому... Я бы сказал, что здесь нужно... Брать свою жи... Ну, вашу жизнь без... Свои руки. Ну, вот. И... Соответственно... Учиться говорить... Говорить нет. Вот. Вот. Смотрите. Ааа... Что вам мешает это делать. Постоянная выставка как не такая. У меня ничего не по... Не получится. Опять же, про личные границы. Про то, что... Ваши... Ваши... Ваши близки в данном случае... Может быть... Может быть... Ваши... Ваши... Ваши без проблем поэтому... Может быть... Ваши благословется... Ваши без проблем... Вот. У вас их... Так, они интересуют... Ваши без проблем. Так... Вот. Вот. Счёт regardless. Как это либо за praying дляього. подобным зависит, когда снова вам внушается, что вы ничего не можете, что вы не настолько неспособны и так далее. Вот. По-другому... Ну, по-другому просто не работает здесь. Вот. Вопрос, как мне кажется, больше... А кто? Как вы сами относитесь к этому? Он может то, вам подобно говоря... Рад. Как вы сами относитесь к этому? Как вы сами относитесь к этому? воспринимать. Дальше. Идем. Так, сейчас я хочу уехать в другой город, мне надо договорить зачем. Объяснять квартиру, тратить много денег, наделить работу. И что? Дальше. То есть, ну, вы не закончили мысль. Здесь вам говорят и, как вы на это реагируете, вы тоже может быть боитесь вам. Тоже может быть страшно. Вы, может быть, согласны с вашими родителями в данном случае. А может быть, нет. То есть, понимаете, да? Вы не закончили мысль здесь. Раз не закончили, значит, вполне вероятно, что вы и не смогли до конца прожить эту мысль. И чувства не смогли. До конца прожить. Раз ушли. Вот. Дальше вы говорите, что когда меня не вкладываются отношения с мужчинами, мне говорят, что я сама виноват. То есть, по сути идет такая вот целенаправленная как бы линия на дождь, чтобы дискредитировать вас в собственных глазах. И смотреть здесь нужно на вашу реакцию. На это. Не на... что? Что? Ага, ага. Что там? Должно быть, например. А, чего быть? Не должно. Не должно. Конечно. Это... История достаточно. Ну... Относительно. Сейчас одно. Завтра другое. Вот. То есть... Ну, я думаю, уделяю внимание, как мне кажется, не нужно. А вот своим реакциям нужно, когда вы говорите, что... ни разу не было поддержки и понимание. И понимание. Вот. С одной стороны, вроде бы вы здесь... говорите про свою обиду. С одной стороны, вы говорите про то, что у вас здесь есть некоторые ожидания. Вот. С одной стороны. С другой стороны, в этих ожиданиях, в ваших ожиданиях, вполне может быть скрыт определенный потенциал для проявления своих чувств, например, например, обиду. 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 Понимаете. И... Если... методить этому волю. Вот. Ну, как мне кажется, что... в определенной степени вы удерживаетесь. Я бы вот так сказал. В определенной степени вы удерживаетесь. с цифром долго, вот. Может быть... Может быть... Может быть... С цифром благодарности, которую вам навязали. Вот. Вот, а может быть изначально была такая позиция у вашей мамы достаточно покорная что ли, вот, такая достаточно покорная позиция у вашей мамы может быть, что дедушка и бабушка там словно лучше знают, да, как, ну, как, как и что делать, например, ну вот, хотя это может быть совершенно не так, вот, ну, может быть, совершенно не так, вот, у вас, на мой взгляд, есть вот такая позиция, что одна я не справлюсь, то есть вроде бы вы хотите справляться одна, вроде бы, вроде бы хотите уехать и вроде бы вы хотите, ну, чтобы никто не лез в вашу жизнь, вроде бы, но в то же время вы говорите, что поддержки нет, что вас не поддержал, вот. Это такой, мне кажется, достаточно важный момент, потому что здесь имеет место быть происхоречие. еще не менее важным является то, что у вас не вкладываются отношения с мужчинами, вот, что-то, что-то вот может не получаться, что-то вы можете делать не так, ну, при взаимодействии с ними, вот, и соответственно, это нужно, мне кажется, поисследовать, вот, ну, нужно поисследовать ваше поведение в отношениях с ними, вот. Я думаю, что так вам можно ответить. И сейчас, при том, что вам вроде как хочется жить своей жизнью, вроде как, вроде как вы говорите о том, что хотите уехать, да, 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 вот, при том, что вы хотите жить своей жизнью, вы пытаетесь что-то объяснить им, я имею ввиду, своим, ну, своим родителям, а ведь это не про то, чтобы жить своей жизнью, это скорее про то, чтобы что-то доказать им. Понимаете? Понимаете? и, соответственно, здесь вы не свободны, потому что, по сути, получается так, что от того докажете, вы что-либо своим родителям или нет, то будете ли вы жить своей жизнью или нет. Давайте сразу представим себе, что будет, если вдруг вы не сможете что-то объяснить своим родителям. такое, вот, вполне, 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 мне кажется, реально, потому что, ну, например, дедушка, да, и бабушка, вот, совершенно хрогично менять свои взгляды не хотят и не будут, вот, то есть, как бы, это абсолютно нормально, вот, для, ну, я имею ввиду, вот, для них. А как жить вам, в этой ситуации, не совсем понятно. Дальше. Когда пытаются ставить свои личные границы, они все равно оказываются правы. Не знаю почему, но дедушке не могу ничего сказать против. Ну, я думаю, это отношение к гостёвской фигуре, она в том, что у вас папы нет, по крайней мере, в ВКонтакте, вот, это может влиять на вас. Ну, опять же, здесь нужно поисследовать, потому что продедушка, совершенно очевидно, какой-то страх у вас есть. Гадать я бы не хотел. Это может быть действительно страх, там условно говоря, как перед, ну, как перед отцом, вот, как перед родительской фигурой. Ну, вот, может быть, некоторая идеализация фигуры дедушка. Вот. Дальше. Вы говорите, когда я пытаюсь оставить свои личные границы, они всегда каникулами оказываются правы. А как это? Что вы имеете ввиду? Ну, то есть, как понимаете, что вы начинаете оставить свои границы, а они правы оказываются. Вот. То есть, так не бывает. Вот. А. 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 А some people at this time не бывает с правах, и виноватых, будут просто одни границы и другие, то есть у вас здесь по факту, Получается неверная постановка вопроса, потому что отставления границ не предполагают правоту чью-либо правоту. В вашем случае как-то предполагают. Как вы к этому приходите, я, конечно, не знаю, но думаю, что вам это необходимо рассмотреть на индивидуальной работе и заняться личностным ростом, в том числе культивированием, например. Любви к себе, и немножечко так заняться отходом от этой позиции, что должна быть некая правота. Может ее, в принципе, и не быть. То есть вы, условно говоря, можете быть не бравы с точки зрения каких-то норм и ценностей. В, к примеру, своих желания чего-то. То есть, ну, в твоем желании, например, уехать в другой город и самостоятельно в нем проживать. Может быть, с точки зрения экономии, с точки зрения экономии. Денег вы действительно можете быть не бравы. Но, это не важно, когда речь касается о том, чего вы хотите. То есть, вы все пытаетесь что сделать? Чтобы вас одобрали. Естественно, вас не одобряло. Потому что, если вас одобрят, то и родители потеряют контроль. Вам важно увидеть эти моменты. Не означает, что наши родители плохие и желают вам зла. Нет, я уверен, что вам они хотят добра. Но добра позволила таким способом, который вам, к сожалению, может и не подходить. А спрашивать вас никто не боролся. Поэтому, я рекомендую вам обратить внимание на вот эти детали, которые я обозначил вам 24 года. У вас очень хороший возраст. Возраст очень хороший для психотерапии. Вот. Когда психика человека еще достаточно гибкая, но опыт человека уже взрослый. Особенно ваш опыт взаимодействия в старшем поколении. Вот. На стоит человек, которому обратите внимание. На то, как вы чувствуете и относитесь к своим желаниям. Дело в том, что когда люди живут с бабушкой и дедушкой, и бабушка и дедушка, так получается, что обладают довольно сильной ауторитетом, что такой человек, к сожалению, начинает потихонечку забивать на то, чего ему хочется. То есть, забивать, например, на, там, допустим, свою спонтанность, на свою какую-то, может быть, парильность, на свое творчество, на свое творчество, на свое творчество. Свою индивидуальность, в общем. На эти вещи начинается добиваться. Потому что старшее поколение к этому не расплакало. Ну, в редких случаях, когда есть некоторые специфики этих людей. Такое бывает крайне редко. И поэтому человек, который растет вот в такой среде, он частенько, довольно часто, слишком взрослый. Ему, может быть, не интересно со своими ровесниками. Вот. Если это так, ну вот, для вас, если что-то в этом вам откликается, то работать в том числе нужно и с эмоциональной стороны. Вот. Потому что эмоциональная сторона здесь также делает вас в какой-то степени уязвимой. Рядом, к сожалению, почти всегда будет находиться на стороне дедушки, бабушки и вашей мамы. Вот. К сожалению. А чувство, что слов никто не отнимет. Какое отношение к чему-то, как и ценность чего-либо. Для этого вам нужно признать, что это имеет место быть и что это важно. Что это важно и что вам это в первую очередь важно. И не другим людям. А вам и только вам. Только вам. Тогда вы получите шанс стать свободнее, чем вы здесь сейчас. Но, повторюсь, пытаясь что-либо объяснить, вы будете играть на поле своих бабушек и дедушек, а также мамы где проиграют. Потому что мама и бабушка и дедушка более опытные, чем вы в этой сфере. Вот. Это, как бы, вас я не принадлежал. И не понимаете, что это ничего. Вот. Просто, это, такой вариант. Что-то же, нет такого, что вредна, такая ситуация оказалась, оказалась. Вот. Не вредна, такая ситуация оказалась. Вот. Много людей оказывается в такой ситуации. И бьются они без возможности что-либо изменить, потому что изначально не совсем верный, мягко говоря, подход, значит, к взаимодействию с родителями. Вот. Плюс, определённые чувства, вот, такие вот, не самые, ну, не самые приятные. Вот. Свои собственные, другие, ну, че-то других. Вот. И, что, и можно сказать, что человек оказывается тогда на не свободу. Вот. Поэтому вам нужно, в том числе, стараться видеть свои сильные стороны. Сильные стороны, которые есть у вас. Вот. И помнить, что на вашей стороне чувства, на вашей стороне сердца, на вашей стороне эмоций. Ну, вот. Вот. Ну, вам только нужно их пустить все по себе. Позвольте им, ну, быть. Вот. Вот. И, тогда, ситуация, надо, можно сказать, улучшаться. Самостоятельно сделать это. У вас, скорее всего, не получится. Вам нужен психолог. Вам нужна помощь психотерапевта. Вот. Что бы это выбрать, решить. Потому что, ну, вы уже, я так понимаю, в течение достаточно долгого времени живете в таком режиме. И, скорее всего, появились некоторые элементы вторичной выгоды. То есть, ну, некоторых плюсов, которые вы, может быть, даже сами не осознают того, что эти плюсы уже появились. Ну, то есть, по привычке, вроде бы, вы хотите все это как-то разрешить. Вот. Привычка. А, по факту, получается, что сами же саботируете, ну, свои действия. Вот. Опять же, я вас здесь ни в коем случае не хочу ни в чем обвинить. Вот. Просто говорю о том, что самостоятельно вам будет сложно. Поэтому обращайтесь к любому специалисту, вот, которую вы выберете на нашем сайте, вот, и знайте с ним индивидуальную работу. Ого. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что дал вам пишу для смертных мышлений. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу.